Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим два мода к Скайриму, как я и обещал. Эти моды довольно интересны, но один интересен, один не очень. Поэтому давайте приступим. Итак, первый мод это изменение видов расового меню. То есть под стать нашему моду, который изменяет в принципе все меню. Это мод Скайуи. Как вы видите, переработаны полностью вообще все бегунки. Добавлено много целевых разных бегунков. Можно тут даже полазить в настройках, но очень много всего. Теперь еще в расах появилось описание. Как вы видите, стандартные характеристики, они у каждой расы распределены по-своему. Далее настройки тела довольно обширные. То есть, как вы видите, тут реально есть чем повозиться. Мы можем настроить абсолютно до умельчайших подробностей своего персонажа, кем бы он ни был, орком, эльфом или еще какой-то тварью местной. Овалы лица, настройки носа. То есть переработана действительно кастомизация персонажей и сделана на высшем уровне. Теперь я смогу создать своего орка. Не по пресетам, а так как я хочу его создать. Забавно все-таки. Красавчик! Вообще, монстр! Ну, может я немножко переборщил, конечно. Ну, такой. Сталоний. Нормально. А это что за бегунки? Ну, это, это, это что-то страшное, на самом деле. Потому что его лицо сплющило. Но тот... Хе-хе-хе. Это какой-то ад, на самом деле. Хе-хе. Посмотрите, какую тварь можно создать. О! Это ж прям тварь из Моровинда. Ей-богу. О, че-то такое, да? Но тут немножко... С волосами я не угадал, но... В общем, это... О, ёпта. А мы это исправили. Нормально. Нет, все-таки с шеей что-то не то. Это забавно, я вам скажу. Ну-ка, больше Норда. Ёпта, это же вообще зверюба какая-то. Такую херь увидишь, так спать три дня не сможешь. Ещё масса, масса, масса всяких настроек. То есть, тут реально можно создать такого персонажа, как вы захотите. Так, давайте посмотрим, чё это ещё тут у нас такое есть. На самом деле, просто так тыкаю на кнопки. Потому что я могу. Вот и всё. Тут ему можно было ещё бицуху прокачать. Ноги прокачать. Но это всё уже для тех, кто хочет с этим возиться. Это забавно, на самом деле. Такой хороший мод в духе SkyWii. То есть, SkyWii хорошо поменяла меню, а это ещё и хорошо расширило меню выбора расы и именно кастомизации персонажей. Тут мы можем посмотреть по полигонам, с чего состоит наш... Орк. Я бы вот троллём, конечно, уже назвал. Ну вот как-то так. Забавная модификация. Всем рекомендую. Потому что кастомизация персонажа, это именно то, что должно быть на высоте в таких играх, как Skyrim. Ну и, собственно, переходим к самому сладкому. Второй модификации, про которую я говорил, она очень интересная. И давно я уже не видел модификации такого качества. Она называется Familiar Face. Для того, чтобы её использовать в полной мере, нам понадобится SkyWii, J-Containers, это пользовательский ресурс, который сделан, ну, можно сказать, специально для этой модификации. Модификация RaceMenu, которую я показывал сначале. И SKSE версии 1.7.0. Эта модификация позволит вам создать своего компаньона. То есть, взять свой старый сейв и перенести его как бы в жизнь. Со всеми вашими скилами, заклинаниями и манерой игры. Как это всё происходит? После установки мода, к нам в инвентарь попадёт вот такой вот камушек, под названием Portal Stone. Его можно использовать и переместиться в святилище. Когда я говорил про великолепное качество, я имел в виду именно это. Шикарная стилизация, и сделано всё это на высшем уровне. Но теперь давайте посмотрим, как это всё работает. Мы активируем книжку. И мод полностью копируем. Мы активируем нашего персонажа. Со стилем его игры, с его навыками, с его способностями, пассивками, оружием и внешностью. Это сделано довольно-таки всё красиво и необычно. Сейчас он преобразится на все 100%, и мы посмотрим, что из этого получилось. Как-то так это всё выглядит. То есть, перед нами находится наш персонаж, так как он выглядел в оригинале, само собой разумеется, то есть, и с фростфоллом, и с моим стилем двуручного боя. Также тут показано, какие гильдии мы вступили и какие прошли. Как вы видите, это соратники, и ихний флаг. Это основная сюжетная кампания. В битве за республику я поддерживал братьев Бури. И флаг Тёмного Братства. Также, как вы видите, тут находится чаша. Чаша это означает, что я был вампиром. И маска Мирака, побеждённого мною. Эти сундучки и отмычки, это значит то, что я состою в гильдии воров, и ихний знак. То есть, как-то так это всё выглядит довольно-таки стильно и довольно-таки красиво. Тут мы можем зайти по любому сейву и создать своего такого вот помощника. Для того, чтобы отправить его в мир, Том оф Марс, тут мы можем обновить его историю и отправить его в мир. Но, к моему большому сожалению, я не могу создать своего двойника и отправить его в мир. Поэтому я зайду с другого персонажа и отправлю моего собственного... ...куда-нибудь в мир? Куда же ты отправился, Марс? Винтерхолд Колледж. Хорошо. Давайте отправимся в Винтерхолд. Заберём нашего нового спутника. Вот, собственно, мы в коллегии. Давайте посмотрим, где тут живёт. О, господи Иисусе, что вы такие... Unlocked. Спасибо. Благодарю вас. Благодарю. Давайте посмотрим. Где мой помощник? Где мой двойник? Где великий воин Марс? Добро пожаловать в коллегию. Привет. Что ж, я думаю, он пока ещё не пришёл. Поэтому давайте-ка сядем на лавочку. И подождём его. Почему бы и нет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А я тебя ждал во дворе. Здорово. Боги улыбаются тебе, друг. Как же классно слышать голос своего персонажа. Ну что ж, идём. А почему ты орудуешь всего лишь одноручным оружием, товарищ? Ладно, пошли проверим тебя в бою. Ну что, Марс, давай посмотрим, кто за тобой. Ладно, что мне понести? Так, чё тут у тебя есть, в принципе, да? Абонитовая кольчуга. То, что было на моне проточено до легенды. Это замечательно, на самом деле. А потом это... Рюкзак аркея, шлем, скрытные атаки, движение бесшумно. Вообще замечательно, на самом деле. Атаки одноручными, блокирование. Но щит ты почему-то не используешь. И у тебя нет второго клинка. Ты используешь почему-то только именной меч Сизер. Ну да ладно. Тогда я в таком случае заберу у тебя проточенный легендарный лук. Хотя нет, не буду у тебя ничего забирать. Тебе из этого всего может не понадобиться, наверное, только рюкзак. Ну да ладно. В принципе, когда выйдите, всё, что было у вас в инвентаре, повещал. Я тебя прикрою. Ещё заставим его посмотреть. Ладно, что мне понести? Чё в сумках? А, это всё, что у него в сумках. То есть это только вооружение. То есть никакие ключи, никакие материалы он носить всё-таки не может. Ну да ладно, это в принципе хорошее решение. Потому что, допустим, если у вас был перегруз или было вот много каких-то какого-то мусора. Вот типа там аметистов, различных там клыков, шкур. Оно ему просто не нужно. Давайте-ка отправимся куда-то по сильным врагам. Ну, где бы у нас тут ближайший дракон был? А вот. Гора вполне подойдёт. Там я ещё не был. А вот и дракон. Ну что, посмотрим на тебя в действии, товарищи? О боже мой! Мои крики сохранились! Магия в действии! Он полноценно использует мои крики! Чёртов ублюдок! Как же ж ему сейчас хорошо! Ну только ты, сука, не очень меткий, я тебе скажу. Блин! А почему он не использует дракона бой? Ладно, пошли разберёмся. Добивай его! Я пока займусь словом силы. Давай, Марс, вперёд! Это твой триумф. Просто красавчик! Просто красавчик! Он использует крики. Причём это не простой крик, это... Крик с дополнением Драгонборн. И это замечательно! Очень крутой и очень хороший помощник. Тем более, что... Я ему там ещё прокачивал довольно сильно ману. Поэтому он для дальних боёв использует всё-таки магию. Но у него хорошо заточены навыки именно на... Одноручный бой и на блокирование. И такой вот соратник в тяжёлых доспехах в очень крутом, я вам скажу, обмундировании. Он дорогого стоит. Это дополнение, я считаю, одним из лучших в плане вот напарников. Потому что, во-первых, как оно сделано? Вы видели ту гробницу. Вы знаете, что такое сделать качественные моды. По крайней мере, я уже на этом собаку съел. А вот такая стилизация и вот, допустим, такая возможность сделать напарника из своего сейва. Это... Это дорогого действительно стоит. Причём это сделано всё действительно стильно. Вот вы можете сейчас ещё раз посмотреть на эту гробницу. Насколько она всё-таки круто выглядит. И вот, если по каким-то причинам вам надоел ваш напарник, вот в данном случае Марс, вы можете просто подойти, активировать этот том и закрыть книжку. Спасибо за помощь. Как вы видите, он вернулся на свою стойку. Я могу зайти по своему сейву Марса и обновить его. То есть, если я там делал какие-то новые квесты или получил новую магию, они к нему добавятся. Естественно, он не может использовать всего, потому что этот герой у меня ещё не прошёл по пути голоса. И, скорее всего, именно поэтому он не может использовать Крик Дракона Бой. Но вот такой вот, в принципе, мод. Тут, как вы видите, очень много слотов. И вы можете использовать как свои слоты старые, то есть, как свои сохранения, так и использовать герои других игроков. То есть, просто скачать сейвы и посмотреть, кто на что способен. Вы можете создать абсолютно идеального для себя напарника и добавить его в мир. Что ж, на этом всё. Это были модификации Race Menu, которая увеличивает, расширяет или улучшает даже, можно так сказать, сам процесс создания персонажа. По-моему, это очень нужный мод, который пригодится действительно для такой игры, как Skyrim. Потому что это всё-таки РПГ. А в РПГ должна быть просто большая система создания персонажей. А второй мод, который мы посмотрели, это Familiar Faces. Знакомые лица, которые позволяют вам добавлять напарников, делать из своих, точнее, старых сейвов напарников. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И до новых видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо.